Бизнес-классный Финам.ФМ. В эфире я, Георгий Вербицкий. И, как всегда, с пяти часов дня обсуждаем, как сделать деньги в России, при этом легально и с удовольствием. Разбираем различные бизнесы, смотрим на то, как они устроены. Тема сегодняшней программы – взаимоотношения бизнеса и журналистики. И сегодня у нас два гостя – представители журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин, главный редактор, и Владимир Шпак, заместитель главного редактора. Добрый вечер, господа. Здравствуйте. Предлагаю начать с актуальных новостей. Сегодня я увидел новость, что Россия в 2012 году оказалась на 67-м месте в глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, обнародованном сегодня Всемирным экономическим форумом. По сравнению с прошлым годом, Россия опустилась на одну ступень, то есть, в общем-то, какого-то сильного изменения не произошло. Новости нет там. Ситуация стабильна. Да, ситуация стабильна. Но все-таки 67-е место. Как вы считаете, заслуживаем ли мы такое место? Поскольку мы сами принадлежим к тем людям или авторитетным экспертам, которые время от времени делают рейтинги, то могу вам сказать, что этот вопрос нужно адресовать к авторам рейтинга прежде всего. Есть рейтинги, которые действительно очень важны и основаны на очень сильной методологии. Например, doing business. Вот этот рейтинг я люблю, потому что там за ним какая-то идея есть. Рейтинг конкурентоспособности мне нравится меньше, потому что я не очень понимаю методологию, хотя специально этим интересовался. У меня тоже возникает множество вопросов. Конкурентоспособность между... В чем наша конкурентоспособность? То есть должны быть какие-то четкие критерии. Ну вот, отмечают, что ключевыми проблемами является коррупция и неэффективность госаппарата. То есть, в общем-то, очевидные вещи, а также высокие налоговые ставки. Как вы считаете, есть у нас такие моменты? Владимир? Ну, у нас, конечно, есть и коррупция, и неэффективность, и налоги. Но вопрос в том, в методологии, да, опять же, какую долю они считают, какой коэффициент они ставят коррупции и неэффективности госсектора, да? В общем, у нас никогда не было эффективного госсектора, тем не менее, инвестиции приходят, уходят в зависимости от общей мировой экономической ситуации. Я думаю, что этот рейтинг, он скорее стоит на него просто обращать внимание, но он не является определяющим для политики, в том числе и многих компаний. Кажется, что к тому же, что главный вопрос, один из ключевых вопросов конкретно способности, как раз связан с нашим госсектором. Если предположить себе ситуацию, что начавшиеся инвестиции государственных компаний в разные большие инвестиционные проекты будут устроены так, что при этом будет место еще и частному бизнесу, то частному бизнесу станет существенно лучше. Мне кажется, если брать ключевую проблему и с этим рейтингом, и с инвестициями, которые, к сожалению, за последний год, если верить инвестиционным обзорам, в основном государственные, и имеется в виду большие инфраструктурные инвестиции, и у них есть, у этих государственных инвестиций, есть некоторая проблема, стоящая в том, что подрядчики больших инфраструктурных проектов, скорее всего, тоже свои люди или свои компании. Аффилированные, соответственно, с людьми, которые эти деньги дают. Если бы государственные инвестиции порождали еще рынок вокруг себя, частный и конкурентный, то ситуация с бизнесом, возможно, в России существенно бы улучшилась. И, собственно, за это и боремся. Но, во всяком случае, изменилось бы. Изменилось, да. А что касается коррупции, то мне кажется, что это такая штука, что если, когда говорят, особенно чиновники, что надо бороться с коррупцией, это за этим точно что-то темные делишки какие-то стоят. Я вот думаю, что единственный способ победить коррупцию, это сделать какое-нибудь приятное дело. Например, сделать конкретную дорогу. А если бороться с коррупцией на строительстве дорог... Собственно, на создании, на строительстве конкретной дороги, в общем-то, коррупция-то и возникает. Да. Но, стойте, понимаете, вот был когда Дорожный фонд, да, который все так не любили, который был источником коррупции, наступил какой-то момент, период, когда дороги начали строиться. Несмотря на коррупцию, просто потому, что пока ты дорогу не построишь, ты свою коррупционную дулю не получишь. Ну, можно построить за большие деньги плохую дорогу, либо можно построить дешево хорошую дорогу, то есть не учитывая... А вы исключаете третий вариант. Можно вообще ничего не строить. И все поделить, да? Да. И главная точка борьбы не в том, чтобы посадить какого-нибудь заштатного коррупционера, какую-нибудь мелкую сошку, а в том, чтобы такие дороги построить. Да, да. Если, в конце концов, дело как-то делается, уже есть какая-то надежда, что... Это лучше, чем оно не делает. Да, что все будет потихонечку все лучше и лучше становиться. Вот еще интересная новость. То есть, на мой взгляд, европейские кредиторы настаивают на том, чтобы греческие власти ввели в стране шестидневную рабочую неделю. Греция, я напомню, уже пользуется кредитными линиями двумя на общую сумму где-то 240 миллиардов евро. И вот, собственно, очевидное требование от стран, которые кредитуют, ну, в основном это Германия и Франция, насколько я знаю, требование заключается в том, чтобы греки больше работали. Как вы считаете, должны ли греки больше работать? Мне кажется, это кредиторы просто, как это, в бессильной злобе просто уже. Думают, чего бы получить от Греции, которая не хочет работать, не хочет производить. Детеньки мы уже отчаялись получить. Получим хотя бы моральную удовлетворение. Мне кажется, основная проблема, что они даже, имея нормальную пятидневную рабочую неделю, в общем, работали не очень хорошо. То есть там, ну, как-то вот, не очень эффективно, скажем так. Только если смотреть на общеевропейскую ситуацию все-таки не с позиции идеологического спора между греками и немцами, например, а с позиции общего, то понятно, что страны, в разное время вступавшие в Евросоюз, получали ограничения на долю в рынках. Например, на долю в добыче рыбы и долю в разных других важных рынках. И понятно, что крупные страны, такие Германия и Франция, имели большой рынок сбыта у себя же в Евросоюзе и при этом и большое производство у себя же. При том, что в периферии, в общем, благодаря такой политике Евросоюза, теряла свою промышленность, теряла часть, не только Греции, но и Португалии, часть сельскохозяйственных и каких-то других бизнесов. В этом смысле нельзя сказать, что греки за все отвечают. А там разве что-то было в Греции? В какой момент там все стало плохо? В Греции, смотрите, да, в Греции было большое, во-первых, было судостроение, во-вторых, был большой торговый флот, и, по-моему, рыбный, про рыбный, точно не знаю. Там, естественно, было очень развитое сельское хозяйство. Вот там-то как раз квоты и большие, разные, у разных стран. Это регулируется Евросоюзом. Имеется в виду до Евросоюза, да. Ну, естественно, туризм, который так и остался пока. Но квоты фактически задушили, о чем было у нас в репортажах сельское хозяйство, потому что несвободный рынок, да. И фактически греческая промышленность, имевшаяся, оказалась неконкурентоспособной в условиях Евросоюза. И, понятно, естественно, образом Греция в тучные времена замещала отсутствие реальных рабочих мест государственными позициями. И, собственно, к этому привыкла, и сейчас уже просто не может обходиться без этого. У этого есть прямой вывод для всех нас и для стран с догоняющей экономикой. Вот эта идея про постиндустриальные дела, что вот сейчас мы закроем всю промышленность, а здесь будем прекрасно жить на кредиты и всякие... И туристов. И туристов, да. Это является, в общем, довольно бессмысленной идеей. Конечно, нужно иметь свою промышленность. Ну, очевидно, она плохо работает, как мы все видим, и не только в Греции. Еще и в Испании, и, возможно, еще и в Италии. Ну, окей, давайте перейдем уже более к теме программы взаимоотношений, бизнеса и журналистики. Ну, давайте начнем с, собственно, журнала «Русский репортер». Кстати, поздравляю. Спасибо большое. У вас пятилетие. Спасибо. Когда именно? Завтра. Завтра. Но у нас заранее не поздравляю. У нас два пятилетия, на самом деле. Мы считаем официальный запуск от 6 сентября завтра, а первый предварительный юбилей был 17 мая. Когда мы вышли в регион. Да, у нас была совсем другая бизнес-модель. Большинство журналов России начинают выход в Москве и потом пробуют идти в регионы по России. И потом махают на это рукой? Да. И забывают об этом. А вы успешно вышли? А мы сделали наоборот. Да, мы успешно вышли. У нас сейчас до половины тиража распространяется в регионах. Это очень много. Вот. Но сначала мы запустили в регионах, а потом пошли на Москву, когда поняли, что... Работает. Работает. Да. Ну, сейчас как раз об этом поподробнее поговорим. И хотел сказать, что у нас работает телефон прямого эфира. 495, код Москвы, 6510996. Звоните, поздравляйте и задавайте вопросы. Если брать бизнес, бизнес журнала, бизнес журнала еженедельного, насколько я понимаю, он, как я вот так логически представляю, состоит из создания контента. Далее идет его некая раскрутка. То есть что-то создается, пишутся какие-то статьи, какой-то материал делается, дальше идет его раскрутка и дальше идет его монетизация. То есть три таких стадии. Согласны? Или что-то я, может быть, упустил? Ну вот, поскольку вы бизнес-журналист, вам виднее. В смысле, что я могу работать с такой схемой тоже. Ну, по логике, да? То есть сначала мы что-то создаем, потом мы это раскручиваем, потом мы как-то привлекаем деньги для того, чтобы воспользоваться, собственно, вот этой вот раскруткой. Давайте начнем с создания контента. Буквально пару слов. Вот что у вас здесь делается, как это все выстроено? Виталий? Ну, вы знаете, для нас создание контента – это еще и наша жизнь. Собственно, мы за это и отвечаем, за редакционную работу. Вот поэтому мой вопрос. Вот у нас самая главная рискованная бизнес-ставка в этой части была в вопросе, действительно ли есть люди, которые все еще в 21 веке умеют читать. Ну, о чем мы говорим? Есть такой глобальный тренд на наших рынках медиа. Мультимедизация, клиповые маленькие штучки. Очень хороший вопрос, но на нем мы ответим уже после новостей. Итак, продолжаем бизнес-класс. Сегодня разбираем взаимоотношения бизнеса и журналистики. И у меня в гостях представители журнала «Русский репортер», главный редактор Виталий Лейбин и Владимир Шпак, его заместитель. И мы остановились на создании контента. Виталий, как создается контент? Как происходит создание контента? Есть ли какие-то особенности у вас, которых нет у других? Собственно, я начал говорить о том, какую бизнес-ставку мы делали в момент придумывания контента, придумывания журнала. И эта бизнес-ставка была, кажется, рискованной, но оказалась, что успешной. Состоящая в том, что не обязательно всем нам тут собраться и делать одни клиповые штуки и развлекать, что таки есть большая аудитория, которая способна читать большие тексты. У нас большие фотографии и большие тексты. А вот основная направленность журнала, то есть что это? На кого он ориентирован? Какая аудитория? Аудитория, ну маркетологи наши говорят классическую фразу. Люди от 20 до 45 успешные, хорошо зарабатывающие, свободные, самодостаточные. Это очень большое такое, да, широкое описание. Если говорить по последним сериям, то наш читатель, он правда активен, и он делится на две группы. Это молодежь и люди где-то после 30 до 35, которые уже что-то сделали, им теперь интересно подумать о смысле жизни. А можно теперь... Зачем они? Да, вот здесь начинается содержание, собственно. А кто действительно эти люди? Так вот, мне кажется, что мы-то, конечно, тогда думали, что это такое в широком смысле активная часть среднего класса, или средний класс широко, потому что мы делали журнал на общенациональный рынок. А журналы не секторальные, а общего интереса на общенациональный рынок делаются всегда на средний класс. Но мы-то... А кто такой средний класс у нас? Где есть он? Нет, это же такая обычная социологическая бодяга и тема. У нас в основном в крупных городах, насколько я знаю, да? Прослойка-то очень небольшая, насколько я представляю, средний класс. Да, это как считать. Значит, но я сейчас не буду это вдаваться, если вам интересно, будет потом. Я вот хочу следующее сказать, что если брать представителя среднего класса, то есть городского класса, который не находится в экономической депрессии, не является как бы бедным. Вот стандартный менеджер среднего звена. Ходит на работу, зарабатывает средний, как бы по какой-то... Имеет какой-то средний доход, может позволить себе хлеб с маслом, иногда икру, условно говоря. Ну, собственно, мы с этого и начинали. Когда мы обнаружили, что в России многие миллионы людей покупают новые машины, вероятно, они уже, а, могут купить и журналы, и, б, они уже решили первые вопросы материального выживания и готовы поговорить по делу. Где мы живем, зачем и почему. Очевидно. Но будут ли они покупать именно печатные журналы? Может быть, они сидят в интернете и читают все то же самое в интернете, в каких-то блогах, может быть, еще где-то? Это был вопрос, на который нам задавали с самого начала, но мы думали, что, сразу думали, что читать журнал в бумажном виде будут, и, в общем, так оказалось. Это же вопрос такой, что читать? Если у тебя есть содержание, которое правильно читать в бумажном виде, то и будет. Правильно, почему? Потому что, если ты хочешь прочитать новости или информацию в интернете, ты все-таки оперируешь довольно небольшими кусками информации. Если большой текст, все-таки приятно распечатать. Теперь, если ты видишь большую фотографию, вот как у нас, разворотные фотографии, великого Юрия Козыря, на четыре разворота в начале репортажа, ну, как это с этим может конкурировать интернет? И если взять в журнале все то, что именно в журнале приятнее читать, и при этом развивать интернет параллельно, конечно, но если взять то, что в журнале гораздо лучше, интереснее работает, то, возможно, это и будут читать и покупать. И второй момент про то, почему покупают журнал, уже покупают, да, а потому что все-таки в интернете еще нет цельного продукта нигде. То есть сам контент, он состоит из трех составляющих, да, дизайна, текста и фотографий. И в эволюционном журнале их единство, то есть они все вместе создают готовый продукт. Продукт – это не текст слов, это не фотография, это не дизайн. Вот все вместе – это продукт. Все вместе, да, как бы некая единая оболочка. У меня сразу конкретный вопрос, а каков тираж? Угу, 168 тысяч. 168 тысяч, то есть у нас есть, ну, идеально говоря, да, 168 тысяч человек в Москве, да, или не только в Москве. Нет, это в стране. В стране, которые готовы читать бумажный журнал, он… Который готов платить за деньги. В реальности наша аудитория существенно больше, потому что это понятно, что есть аудитория одного номера больше, чем тираж. Ну, просто потому что… Читает семья, маму, папа, дети. Да, и понятно, что меньшинство, только ядерная аудитория читает, покупает каждую неделю, да. Многие люди покупают, когда увидят обложку или не забывают по пути на работу или куда-то еще. И понятно, что аудитория существенно больше. Хорошо, ну, давайте дойдем попозже чуть-чуть до распространения. А пока немножко вот про контент. Я хотел бы понять, чем уникальность контента? То есть, что это какие-то специальные люди, это какие-то специальные темы, это какая-то специальная подача. В чем уникальность? Есть ли какая-то уникальность? Вот ровно наоборот. Уникальность есть, уникальность в том, еще когда мы журнал создавали, мы хотели создавать журнал о людях и для людей. То есть, ты читаешь в нашем журнале о таких же людях, как ты, возможно, как в те минуты, когда для них наступил период преодоления, период осмысления жизни, и ты себя с ними ассоциируешь. То есть, ты читаешь фактически про себя. И, ну, тоже было много споров, но вот в итоге именно это интересно людям. Кто создает контент? Это штатные журналисты, да, насколько я понимаю? Ну, вот сейчас про контент, чтобы было совсем понятно. Володя правильно сказал. Одно из наших конкурентных фишек состоит в том, что мы не считаем читателей умнее себя. Мы просто считаем их нашими собеседниками. Этим мы дистанцируемся от почти всей бизнес-прессы, потому что там должны быть эксперты, которые умнее читателей. Первое. Ну, не всегда, потому что, мне кажется, это еще несколько отталкивающее отношение какое-то вызывает, если человек не может понять, о чем написано. Он может как-то пытаться сделать усилия. Супер качество даже в этом сегменте быть на равных. Но в целом, одна из болезней прессы 90-х стала ее секторальность. Либо желтая общенародная пресса, либо такая снобистская и московская. Вот мы хотели выйти из этого гетто. У вас срединка где-то, да? Не срединка, а собственно суть. Другая общенародная пресса. Не срединка, а собственно суть. Мы не хотим самопределяться в этих координатах. И главное, что когда мы... Вот наша особенность состоит в том, что мы не какую-то фишку маркетинговую придумали, а с самого начала решили делать настоящий, просто журналистский продукт. То есть журналистику факта, репортажа, репортажные фотографии. Это кажется в первом уровне банальным. Но на самом деле это и же есть главный дефицит. У нас весь рынок наполнен какими-то мнениями, ответственными, безответственными, авторитетными, неавторитетными. Все пытаются быть лидерами мнения и властителями дум. Мы просто пытаемся делать свою работу, рассказывать о том, что произошло. И делать подробно, большими эпическими полотнами. Поэтому мы не любим слово контент. Ага, понял. Хорошо, Владимир, а сколько людей работает? Вот именно сколько журналистов делает этот контент? Я с точки зрения бизнеса, вот сколько нужно... Ну, около 30 человек. 30 человек. Это все штат, да? Нет, это все штат. Нет, это все штат, но есть и большое количество внештатных людей, которые пишут. У нас очень много людей, которые очень хотят нам написать. В том числе профессиональных журналистов, работающих в других изданиях. Вот. Но в основном это наши журналисты. Ну, нужно отдельно такую категорию внештатных авторов, как фото-корреспонденты. Ну, это понятно, да. Работа фото... Нет, просто работа фотослужбы у нас устроена на европейский, западный манер. Это было сразу сделано. Такого нет нигде в России, да? У нас нет штатных фотографов ни одного. То есть это аутсорс, можно так сказать, да? Да, это люди, и из-за этого мы имеем возможность работать с великими фотографами, лауреатами всех возможных премий и так далее, просто оговариваясь с ними проекты, которые они для нас делают. Ну, вот это как бы такая фишечка, да, можно так сказать? Тоже ваша исключительно. Это цивилизованная рыночная ситуация для еженедельников. Это цивилизованная, да. Это та ситуация, это не мы придумали, это то, как это работает во всем мире. Так, значит, тираж 168 тысяч, 30 журналистов штатных, и сколько страниц в журнале? Ну, вот в среднем, когда мало рекламы, 80, бывает 120, бывает номера 144, когда... Ну, 80 очень редко бывает, от 88 до 120 такой шаг, примерно. Ну, да, 144 тоже редко, и 85 тоже. 144 потолок, это технологический потолок. Ну, понятно, примерно понятно. И сколько примерно страниц занимает реклама? Ну, вот в этом... В этом номере у нас совокупная реклама, что-то порядка 30, при этом платная, наверное, 20, да, основной маркетинг. Да, ну, где-то мы не выходим... 30 страниц или 30%? Страниц. 25%! Где-то примерно 25%. Это, по-моему, потолок по закону рекламы. Нет, чуть-чуть больше потолок. Ну, вот я предварительно, готовясь к эфиру, читал, что где-то примерно 50% поступления от рекламы составляют в бизнесе, в журнальном бизнесе. Это примерно так, и есть ли у вас какие-то другие доходы, кроме как, ну, естественно, от продажи, наверное, да? Ну, вот смотрите, в мировой благополучной модели где-то 50-50. Но в российской модели доходы от продажи номеров – это несущественная доля доходов. Главная доля, к сожалению, от рекламы. В нашем случае это еще дополнило тем, что мы продолжаем инвестировать сеть распространения в распространение, потому что мы стремимся распространяться в разных регионах. А понятно, что логистика в нашей стране осложнена не только ее размерами, но и плохой инфраструктурой, в том числе и тем, что некоторые мэры киоски уничтожаются под видом уличной торговли. Как построено распространение? То есть на что сделана ставка? Как вы распространяете контент? У нас, наша служба распространения, ее руководитель Юра Мухтаров, он раньше работал в Комсомольской правде, то есть в здании, где знают всю сеть. И все время, каждую неделю он договаривает все новыми региональными партнерами, потому что у нас нет сети, нельзя в Москве договориться и распространяться по всей стране. А как это выглядит вообще? Ты приезжаешь в новый регион, договариваешься с новой региональной сетью, они сначала говорят, а мы не знаем, как это будет продаваться, потом входят во вкус, постепенно начинают заказывать больше. Допустим, я журнал, я что-то написал, нашел журналистов, нашел фотографа, сделал журнал. Три страницы, вот хочу его распространить, допустим. Что я делаю, к кому я иду? Вы идете к распространителям в сеть, они вам говорят, что нам нужно, хорошо, мы будем вас продавать, но заплатите нам денег. Так, в результате многие журналы, большинство, по-моему, у нас платят деньги за распространение. А сколько примерно процентов нужно отдать за распространение журнала? Скажу только то, что нам приходилось при вступлении в новые сети, в новые киоски, тоже тратить деньги на маркетинг, например, за выкладку журналов в красивом месте. Но с 2008 года, конца 2008 года, мы напрочь отказались от этой практики. Мы больше этого не делаем и считаем, что это никому не надо делать, потому что это развращает рынок и распространительность того, чтобы быть заинтересованы в продаже продукта, заинтересованы в получении вот этих самых маркетинговых денег. Маленький такой вопрос перед тем, как прерваться на новости. А что такое красивое место? Что это означает? Ну, это место на выкладке, это то же самое, как у любого ритейл. Это место на выкладке, на виду, там, я не знаю, в витрине киоска или в первом среде. На самом красивом месте, когда человек приходит и сразу видит. И за это, значит, предполагается, что вы доплачиваете. Мы не доплачиваем, за это предполагается, что за это надо платить. Хорошо, продолжим про распространение журнала после новостей. Возвращаемся к разговору с Виталием Лебиным, главным редактором журнала «Русский репортер» и Владимиром Шпаком, заместителем главного редактора журнала «Русский репортер». Итак, мы говорили про распространение и, собственно, говорили о том, что некоторые сети распространения требуют, ну, я так понимаю, даже не некоторое, а большинство, практически все, требуют определенные условия, какой-то процент требовали. Кризис несколько нормализовал этот рынок, хотя, конечно, ударил по нему тоже. А процент большой вообще? И почему вы решили отказаться? С чем это было связано? Потому что в кризисе все пытались оптимизировать ненужные расходы, а во-вторых, мы всегда хотели это сделать, потому что в тот момент, когда распространитель получает гарантированные деньги от товаропроизводителя, он перестает быть так уж сильно заинтересован в том, чтобы продавать товар. Он просто перестает быть заинтересован в том, что его доходы определяются этим. Я понял. Еще я хотел уточнить, мы просто очень удачно вошли в кризис, потому что наш журнал продавался. Очень удачно вошли или вышли? Очень удачно. Или вошли или вышли? Очень вовремя перестали платить сетям, потому что, с одной стороны, наш журнал продавался, а с другой стороны, в связи с кризисом, мы сознательно тормозили рост тиража, рост объемов продаж и могли диктовать распространителям свои условия. А сколько стоит в рознице номер журнала? Рекомендую цена 35 рублей. 35 рублей. Умножаем на 168 тысяч и получаем примерно 6 миллионов. В неделю. В неделю, да. 6 миллионов в неделю, если все продается идеально. Правильно я понимаю? Это не продается идеально. Здесь специфика журнального бизнеса в том, особенно расширяющаяся, мы сейчас опять расширяемся, что журнал должен находиться в точке продажи всегда. И в этом смысле очень много журналов не продается за неделю, естественно. Процент возврата должен быть большой. Если ты хочешь расширять свою аудиторию, то ты должен понимать, что ты не продашь все. Ты должен гарантировать человеку покупку этого журнала, и, соответственно, он должен быть всегда, и, соответственно, что-то должно оставаться. Вот на этом можно экономить, можно количество возвратов уменьшать, соответственно, меньше печатать, экономить на этом. Но если, как только ты начинаешь это делать, тогда ты сжимаешь свой рынок, перестаешь расширяться. То есть в идеале лучше всегда находиться чуть-чуть выше вот этой отметки, да? Так, но вот у Штерна и Шпигеля процент возврата процентов 40. У нас, я думаю, не есть. Это журналы, у которых тиражи под 2 миллиона, которые, в общем, стоят 3 евро и продаются. Куда деваете возврат? Ну, в принципе, по-хорошему. Было правильно их забирать, чтобы не искушать некоторых распространителей, как бы продавать из-под... Ну, то есть, ну, понятно, завышать возвраты с тем, чтобы не делиться. Вот, но поскольку это отдельная инвестиция, то мы решили не делать, и поэтому мы не забираем. Они уничтожаются на месте каждый раз. То есть вы оставляете... Или уничтожаются, или раздаются, или как-то распространяются. Вы не знаете, что с ними происходит. В общем, оставляете их у распространителей. Хорошо, то есть где-то 25% выручки идет от продажи журнала. Остальное, то есть 75%... Это реклама. Это реклама. Есть еще какие-то каналы, откуда вы получаете прибыль, выручку? Нет. То есть всего 2 канала, на самом деле. Я так понимаю, что в интернете вы представлены... Как вы представлены интернете? А в интернете же та же модель, там реклама. Там нет от продажи контента, выручки, но есть доходы от рекламы, это та же реклама. В принципе, как бы время от времени у многих больших медийных компаний возникает идея что-то продавать в интернете. Надо сказать, что нигде в мире это всерьез не работает пока. То есть у вас... Ну, есть и iPad, есть рынок паншетников и продажи через Apple Store и все такое. Но это пока такой маленький рынок. Маленький рынок. Я хочу почитать журнал «Русский репортер». Вот как мне это сделать в интернете? То есть я захожу на сайт и читаю все, что не покупаю. Или надо мне как-то оформить подписку и дальше уже нет. Нет, читайте все, и все. Но при этом вы ставите рекламу, и я ее там наблюдаю, какой-нибудь флеш-ролик, когда захожу. Да. Судорожно в поиске кнопки, как это все нажать, пропустить. Вот стандартная эта вещь. Есть еще, да, вот вы интересную тему затронули по поводу мобильных устройств, iPad, iPhone и так далее. То есть как там обычно происходит, есть какое-то приложение, которое вы ставите, и вы получаете доступ к выпускам. Но выпуск стоит каких-то денег. То есть вам нужно сделать покупку в Apple Store, допустим. Рубль 99, в смысле доллара 99, это, конечно, дороговато. Это у вас уже есть. Да. За доллар 99. Ну, тем более, что вам достается, естественно, существенно меньше, поскольку Apple Store забирает, если я правильно помню, 30%. Да. И, конечно, это по отношению к цене, даже печатной версии, это дороже. Но поскольку мы там решили не демпинговать, а просто посмотреть, как это работает. И понятно, чтобы всерьез в этот рынок входить, надо существенно инвестировать в то, как продукт в планшетнике будет выглядеть, иметь дополнительные свойства по отношению к печатной интернет-версии. В первую очередь к интернет-версии, конечно. В целом сейчас это покупают те, кому просто интересно возиться всякими штуками. Но, возможно, на каком-то следующем этапе, еще не сейчас, это будут покупать просто те, кому это будет просто удобно. Сейчас такая, конечно, экзотика, просто потому что интересно посмотреть, а что у них там. Ну, я обычно вот покупаю такие вещи, точнее, не покупаю даже, а просто ставя приложение, я как-то ожидаю, что, ну, вроде поставил приложение, но написано, что бесплатно. И тут, бац, какая-то внутри штучка, за которую требуют деньги. И это, честно говоря, вот чисто эмоционально не очень способствует. То есть, я, по-моему, что-то пробовал такое ставить, какой-то журнал СНОП, по-моему, после чего удалил это приложение и подумал, ну, зачем. Все-таки лучше купить реальную версию, ну, вот, собственно, живую бумажную версию и насладиться запахом краски, вот это все. Ну, мы пока тоже считаем, что лучше купить бумажную версию, это пока все, что делается на этих носителях, это эксперименты, которые, возможно, скорее всего, они приживутся и будут удачные в какой-то форме, но пока это пробный шарик. Внимательно следим за этим рынком, но пока не считаем, что там сейчас уже прилетит. Ну, давайте, смотрите, вот математика простая. Так, примерно 5 миллионов, грубо говоря, вы зарабатываете на бумажной, на продаже бумажной версии. Если это считать четвертью общей выручки, то у вас примерно 20 миллионов получается в неделю. Ну, можно посчитать иначе, 400-500 рублей, 1000 рублей за полосу, на 20 полос, ну, то есть, можно из стоимости полосы исходить и примерно оценить выручку рекламных продаж. Ну, то есть, похоже на правду где-то там, близко, да? По порядок, да. А сколько из этого получается, сколько из этого сделать в качестве чистой прибыли получается? Примерно процент, вот, то есть, можете сказать или не совсем? Нет, не совсем, потому что это не наши компетенции, во-первых, а во-вторых, у нас же есть такие общие расходы холдинга, которые мы тоже нанесем. Которые ложатся на все компании группы. Например, в холдинге объединена административная дирекция, и у нас разделены рекламные службы, потому что они вынуждены продать рекламу в разные здания, да, но объединены, например, службы распространения и объединены административные службы. Ну, это некие расходы, которые, да, ложатся, в принципе, на всех, каждый, каждый, как бы, ложится, каждый свою долю имеет в этих расходах. Хорошо, но для тех, кто не знает, вы находитесь в холдинге «Эксперт». То есть вы, фактически, второе издание, флагман – это журнал «Эксперт», и вы, как уже, вот, следующий по значимости продукт, правильно я понимаю? Ну, тут, как считать значимости, «Эксперт» – старое, выдающееся и главное деловое издание на рынке деловых еженедельников, и, безусловно, лидер на рынке рекламы в этом секторе. И в этом смысле это суперприбыльное издание. Значит, но уже у «Русского репортера», собственно, тираж и реальный продаж существенно выше. Собственно, существенно выше любого другого еженедельника, кроме ТВК. Мы лидеры на рынке распространения, ну, на рынке. То есть у вас тираж выше, чем журнал «Эксперт». Да. И любого другого еженедельника, кроме ТВК. Не еженедельника, а еженедельного журнала. Еженедельного журнала, да. Бывают еженедельники такие газетные, да, у них бывают разные. Для холдинга кто приносит больше денег? «Эксперт», безусловно. «Эксперт» приносит. Несмотря на то, что тираж ниже, но там… Просто потому, что там самая дорогая реклама на российском рынке. Это деловой сегмент, следовательно, это дорогая реклама. У нас-то тоже немножко подросла цена рекламы, но наша идея как раз в том, что нужно существенно увеличить реальную аудиторию, реальные продажи, с тем, чтобы эксперт оставался, был лидером на рекламе в деловом секторе, а репортер, собственно, стремится к тому, чтобы взять еще и рекламу, которая относится не только к деловому сектору, но и к… К среднему классу. К среднему классу. Ну, очевидно, что вам… Не только лакшери, но и реклама для среднего класса. Есть некая цель несколько развести, да, чтобы не пересекать… Ну да, тут точно эти два издания, собственно, должны эффективно дополнять друг друга. Здесь не форсируется тираж, но зато сохраняется высокое качество, высокодоходная часть аудитории, а мы все время пытаемся расширять аудиторию, но, конечно, расширяясь сверху, ну, с высокодоходной частью аудитории, но все равно мы ее пытаемся расширять. Поскольку она будет расширяться, то мы будем брать все больше и больше слои среднего класса. При этом здесь мы, конечно, хотим брать и тех людей, которые являются целевой аудиторией, ядерной аудиторией эксперта, да, но просто совершенно разные целеполагания у журналов, да. Одно делал деловой еженедельник, который читать надо нормативно, потому что он рассказывает тебе о бизнесе, о твоих делах, о том, что происходит вообще вокруг бизнеса. Ну, просто потому, что они, например, предсказали два кризиса, два выхода из кризиса. Ну, просто, ну, как не читать эксперта? Прямо предсказали. Да. Я несколько скептичен, потому что, ну, тут, как бы, предсказание, это такая вещь, 50 на 50, знаете, как анекдот с мамонтом? Либо выбежит мамонт, либо не выбежит. Нет, ну, я имею в виду не в том, что не в вопросе гадания, а в вопросе предприявленной логики. Просто в момент, в 99-м, начале 2000-го года, как вы помните, ни один человек в серьезной элите не считал, что Россия, так сказать, начнет ставать скалью. Уже все видели признаки роста, но считали, что это какая-то временная ерунда. И вся деловая пресса была настроена совершенно скептично и ожидала очередной ерунды. В начале 2009-го года, да? 99-го. В начале 2009-го то же самое происходило. Это ровно повторяющаяся история, потому что аналитики склонны верить прямому тренду. Если у тебя 10 лет все падало... Экстраполируя тренд, получать какие-то прогнозы. А поскольку журнал «Эксперт», во-первых, занимается сильно микроэкономикой и имеет собственную математику с динамикой промышленного роста и имеет внутренний оптимизм считать, что вообще-то российский бизнес не ерунда какая-то, а правда живет, то этот оптимизм, который все считали заказушным или излишним, или дурацким, два раза сработал. Ну, заканчивая тему журнала «Русский репортер» как бизнеса, ну, я должен задать вопрос, а кому принадлежат столь замечательные бизнесы, то есть кто является бенефициарами холдинга «Эксперт»? Какая-то, может быть, крупная компания или что это? Мы вообще уникальный бизнес на рынке федеральных медиа, потому что контроль над медиа холдином «Эксперт» все еще принадлежит журналистам, основателям журнала «Эксперт». То есть 50 и плюс одна акция? 50 и плюс одна акция. Я знаю, что у вас есть крупный акционер. У нас есть два из крупных акционеров, одна из компаний Олега Дерипаски и внешний эконом-банк, который вступил в наши доли во время кризиса, когда нам было не очень хорошо. Но все еще мы сохраняем контроль. Редакционный основатель журнала «Эксперт» оставляет контроль за собственным бизнесом. Это довольно редкая ситуация. Это редко и это очень интересно. Продолжим после новостей. Хочу напомнить телефон прямого эфира 495-611-996. С нами представители журнала «Русский репортер». Продолжаем нашу программу взаимоотношений бизнеса и журналистики. Разобрали бизнес журнала «Русский репортер». Со мной в студии Виталий Лебин, главный редактор журнала, и Владимир Шпак, его заместитель. Итак, давайте саму, собственно, основную тему разберем взаимоотношений бизнеса и журналистики. То есть, есть определенный конфликт интересов. То есть, бизнес, что хочет бизнес? Бизнес хочет заработать денег. В принципе, любой ценой практически. Ну, в рамках закона, условно говоря. Журналистика, здесь немножко другая цель. Дать максимально полную информацию, максимально интересную. Поправьте меня, если я что-то говорю не так. Точно. Имеется конфликт. Имеется конфликт. Как у вас в журнале он разрешается? Знаете, есть два вида бизнеса, на самом деле. Играть в короткую, играть в долгу. Если ты играешь в короткую, ты хочешь получить больше денег здесь и сейчас. Как мы уже говорили, у нас большинство контрольный пакет принадлежит по-прежнему людям, которые занимались журналистикой, знают, что это такое. И они хотят играть в долгу. То есть, если русский репортер просуществует 50 лет и станет самым популярным журналом, не только в России, но, мы надеемся, и в мире про Россию, то он окупится гораздо быстрее, гораздо лучше, чем какой-нибудь телегат, который существует год-два и умирает. То есть, приоритет все-таки на независимость журналистики. На длинные деньги. Зарабатывать на журнале. Но при этом на этом можно заработать, может быть, в моменте не так много, но стратегически репутация также стоит денег. А как вы это делаете? То есть, вот приходит, не знаю, какая-нибудь крупная компания, говорит, ну, напишите про нас статью. Это, конечно, есть такая беда на рекламном рынке. Никто не верит в то, что бывает часто на журналистике. Раз, не только на рекламном, на рынке политики тоже. Никто не верит, первое. И второе, все очень хотят какого-нибудь такого непрямого пиара. Вместо того, чтобы честно сказать, какой у нас хороший товар, и написать слово реклама. И с этим, конечно, всегда есть некоторые проблемы. Но, если посмотреть с нашим рынком 90-х и начало 2000-х, то все-таки становится понятно всем профессионалам рынка, что зарабатывать на джинсе, на прямой заказухе, неявной рекламе, политической или экономической, это убивает, собственно, свои доходы от рынка явной рекламы. Если вы действительно зарабатываете на рекламе, честно, то и при этом рекламодатель будет знать, что у вас продается, как бы, косвенное что-то такое из-под полы, то он же не продаст вам потом задорого рекламу. И в этом есть экономические причины, почему джинса должна уйти из нашей жизни, хотя все еще в некоторых изданиях со страшной силой процветает. Ну, вы думаете, уйдет в итоге или все-таки... Должна будет уйти, если будет расти рынок рекламы, то уйдет. Есть ниша, где она, конечно, останется, не в журналах, которые... Но не в тех журналах, которые публикуют дорогую рекламу, да? Ну, вот джинса вот сейчас активно идет в интернете, да? А есть замечательный сайт Компромат.ру, который печатает все... Это прекрасная бизнес-модель. Прекрасная бизнес-модель, замечательная. А вот. Но если ты хочешь зарабатывать на прямой рекламе, то ты вынужден отказываться. Просто есть уже даже в нашей короткой достаточно истории современной российской журналистики, есть примеры, я не буду называть сейчас названия журналов, когда хорошо стартовавший, получавший рекламу, работавший, вот я могу сказать, про один бизнес-журнал, проработав три года, набрав авторитет, стал печатать джинсу, и за два года он просто сгорел, и сейчас его даже в рейтингах Глопа практически... То есть репутация идет вниз, соответственно, меньше появляются серьезных компаний, которые хотят работать с журналами, имеющими хорошую репутацию. Сначала плачут репутацией, потом деньгами. Ну, конечно, надо сказать, что про взаимоотношения бизнеса с журналистами. Конечно, рынок наш сложный, тяжелый, но это не исключение. Бывают и другие рынки, в которых все сложно, и нужны длинные инвестиции. Вот, например, ну вот никто же не всерьез, не будет за частные деньги строить дорогу на свой страх и ответственность. А мы фактически тоже делаем важную инфраструктуру для страны. У страны должен быть общенациональный еженедельник, должна быть репортажная, новостная профессия. То есть это миссия, правильно я понимаю? Это миссия, да. У каждого бизнеса должна быть своя миссия. Еще про компанию. Просто, понимаете, вот сейчас идет, на самом деле, еще хороший процесс, и если нас как бы слушать, она ее слушает, люди, которые занимаются маркетингом, если компания организует полет воздушных шаров и фестиваль воздушных шаров, не маленьких, а летающих, про это напишут, скажут и покажут, и там от логотипа компании никуда не уйти. И это не является рекламой, это действие, да, потому что это само по себе интересно. То есть если компании, появляются креативные люди, мы знаем несколько таких компаний, которые придумывают восхождение на Эверест. И массу других вещей. Или вот есть крупная компания, которая там в Череповце изменила ситуацию с социальной политикой, и там с детскими домами, со всем таким. Мы-то в своем журнале даже упоминаем, всегда упоминаем, кто это, не стесняясь. Там на телевизоре это не принято, не знаю, принято ли у вас, но у нас принято честно говорить, какая это компания, что она сделала. И без всяких денег. Это, я считаю, нормальная цивилизованная вещь. Если компания сделала правда что-то хорошее... Ну, очевидно, если вы будете брать деньги за любой чьих, то есть у вас просто сократятся возможности... Скажу вам, что некоторые телеканалы именно этим и зарабатывают. Может быть, в этой студии в будущем будут представители телеканалов, я их спрошу отдельно. А теперь вот какой вопрос... Некоторые, мы не сказали, некоторые. Вот какой вопрос хотел обсудить, вот по поводу непрофессиональной журналистики. Сейчас давно уже идет мода на блоги, есть популярные блогеры, которые с некоторых пор начали монетизировать свои блоги. Я, собственно, могу сказать, я веду блог тоже с 2001 года, или, в общем, уже больше 10 лет. Я его не монетизирую, но, тем не менее, я просто наблюдаю за этим воочию, вживую. А как вы считаете, вот, значит, за какой... Где будущее вот такого вот непрофессионального... Непрофессиональной журналистики? То есть вот эти люди, которые пишут блоги, как они в итоге будут развиваться? То есть они будут идти в сторону более профессиональной подачи и превращать свой блог в СМИ, либо это просто какая-то краткосрочная, может быть, мода, и все равно все вернутся к профессионалам. Я здесь смогу сослаться на нашу коллегу, директора нашей фотослужбы Андрея Поликанова, который, кажется, один из самых лучших фоторедакторов в мире, по-моему, судя по призам, по крайней мере. Так вот он рассказывает, чем, по его мнению, отличается профессионал от непрофессионал. Профессионал, хоть великий Юрий Козырев, хоть великий Сергей Максимишин, он, если он не будет с набиски относиться к любому, он из любой ситуации, даже не самой гениальной, сделает, по крайней мере, высококачественный продукт. Качественный. Качественный продукт. Так. А непрофессионал может быть гениальная карточка в тот момент, когда ему повезло или когда у него было вдохновение. Но его нельзя будет направить, но нельзя будет гарантировать, что он из любой ситуации сделает качественный продукт. И в этом, собственно, похожа и разница. И так и будет делиться рынок. Вот у нас в журнале есть фотография, сделана любительская, со смартфона, знаменитая фотография, которая открыла эту тему, про старт эндевера, которая сделана была из окна самолета. Сделана любителем. И ее процитировали все, и напечатали почти все журналы в мире, потому что такого ракурса никто не видел. Но это удача, не профессионал. Любитель, оказавшись в нужный момент, в правильный момент, в нужное время, в нужном месте. И если говорить про развитие блогерства, то, скорее всего, оно уже, собственно, сейчас идет по двум путям. Либо люди фактически создают из себя и своих друзей редакцию и становятся реально СМИ, и профессионализируют. Либо вургинализируются, и как вот некоторые там уходят в желтые, чтобы привлекать читателей. Но это тоже желтая пресса, да, бульварная, скажем так, не желтая. Вот. Есть люди, которые просто уходят, потому что они не могут держать уровень, потому что они не профессионалы. Есть люди, которые... Это как ясь. Знаете, это вот... Ясь! Да-да-да. Мем. Человек выскочил, человек сделал такой ролик, оно получилось, но, собственно, все, и все. Нет, ну это понятно, это какой-то, может быть, частный случай. А есть люди, которые постоянно ведут блог, монетизируют его, получают за это какие-то деньги. Они потихоньку... Для того, чтобы поддерживать работу своего блога, они фактически начинают постепенно заниматься профессиональной работой. Они отслеживают повестку дня информационную, они смотрят, что интересно читать или... То есть это уже не блог, это не то, что я проснулся в 2 часа ночи, не заходил определить на болезнь. А вот это уже профессиональная работа СМИ. Но есть важная штука. Вот есть такое, то, что называется сектором гражданской журналистики. Это нельзя сказать, что профессиональная журналистика, это журналистика на общественных началах. Вот не кажется ли вам, что... Такое бывает. И такое будет. Большое количество. Это потихонечку может съесть бизнес профессионалов. Вот здесь... Теперь построим логическое будущее в такой системе. Значит, представьте себе, что профессиональная печатная, всякая другая профессиональная пресса умерла. И в Гугле, в Яндексе, в социальных сетях представлены информация, источник, который никем или никогда не верит в сыру. Остался студент с айфоном, который снял ролик на YouTube. И вы попадаете в ситуацию, при которой у вас будет нулевой информированность кого бы то ни было. Потому что вы не сможете ни в каком случае быть уверенным о какой-либо... Качестве. О варианте качества этой информации. Сейчас мы можем критерий качества, там, вероятности переписать блогеру, переписать прессе, которой вы доверяете, переписать прессе, которой вы доверяете больше, и переписать прессе, которой не доверяете совсем. А там, в этом чудесном новом мире не будет вообще никаких критериев. Теоретически, доверие журналу, это, конечно, доверие больше, наверное, чем частному какому-то лицу, который снял что-то на... А с другой стороны, в общем-то, не всегда. Потому что человек, в общем, что-то снял. Да, он не профессионал, но вот он снял то, что он видит. Почему к нему доверия должно быть меньше? Потому что блогер... Проблема блогеров, как говорил один, у человека не в том, что он говорит неправду, а в том, что он говорит неправду неожиданно. То есть он ее может сказать в любой момент. Понимаете? И ты не имеешь... У тебя нет инструмента, чтобы проверить. А мы смотрим, что пишет другой блогер, который находился в этот момент в том же месте, сопоставляем и делаем выводы. Наверное. Но вы при этом, как бы, вот эту самую теоретическую Википедию, да, самую организацию в сети, сейчас она устроена все-таки с наличием разного типа информации, разного типа работы. Мы, например, делаем часто расследовательские репортажи по месяцу, по два, по три. То есть качество несопоставимое. Правильно я понимаю? А блогер, который занимается на общественном начале, то есть не профессионал, он что-то, видимо, снял после работы или сделал после работы. Есть люди, которые работают, например, в каких-то сферах и по работе делятся какими-то впечатлениями. То есть их нельзя назвать, в принципе, непрофессионалами. Может быть, непрофессионалами с точки зрения методов, которыми они делятся, но с точки зрения знания предмета они могут... Мы же немножко лукавим. Значительная часть людей, известных блогеров, это люди так или иначе связанные с медиапродуктами, да? Ну, даже если брать, там, не знаю, Артемия Лебедева, он же... Нельзя сказать, что он любитель, типа блогер. Один из основателей Рунета. А второй самый, мне кажется, важный вопрос, что вот если вот ту картину, которую нарисовал Виталий, себе представить, то вы лишаетесь модератора, и вы не понимаете повестки дня, вы не понимаете... У вас нет точки опоры. Вам, может, не нравится повестка дня, которую формируют СМИ, ну, например, наш журнал, да? Но вы можете на нее опереться и посмотреть в разные стороны. А здесь вы в океане, у вас нет даже не за что схватиться. Подводя, как бы, некий логический итог, вы исполняете некую функцию фильтрации контента, подачи его в правильном виде. Собственно, это и есть, по сути, издательский бизнес. Мы создаем содержание, уникальное, эксклюзивное содержание. Коллеги, у нас наше время подходит к концу. Напомню, что со мной был Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русские репортеры», и Владимир Шпак, его заместитель. И после новостей у нас начнется программа Олега Дмитриева. Программа называется «Сухой остаток». И говорить будет Олег по поводу российского рынка акций, обсуждать события и прогнозы. А с вами был бизнес-классный «Финам.ФМ». Я Георгий Вербицкий. До свидания. Делайте деньги с удовольствием.